Добрый день! Мы говорили с вами о том, что для здоровья очень важно правильно питаться. На эту тему очень много разных есть схем, представлений, и они иногда противоположны друг другу. Наш опыт, который уже без малого сорок с лишним лет, мы практикуем разные способы, изучаем разные способы, как правильно питаться, и выработалась, в общем-то, такая достаточно практичная и удобная и понятная схема. Она не сложна. Правильное питание, которое можно считать правильным, оно не абсолютно правильное, потому что каждому человеку, соответственно, с его состоянием здоровья, с уровнем его развития, соответствует свое собственное питание. Также есть привычки питания, генетические, сформированные, и поэтому их тоже надо учитывать. Сейчас погоня за викторианством или погоня за веганством – это тоже некие, так сказать, крайности, которые для кого-то они не подходят. Для диетического питания мы все-таки рекомендуем приходить к более естественному, более здоровому питанию, который связан с уменьшим количеством потребления мясных продуктов. Не то, что это какая-то религиозная концепция здесь присутствует, хотя она тоже может иметь место быть, но важно, что потребление мяса и мясных продуктов, оно чисто физиологически наиболее сложно переваримый продукт. То есть, когда мясо переваривается, когда оно попадает в организм, когда раскладываются это все на белки, жиры, углеводы и так далее, мы получаем еще дополнительно очень много ядовитых веществ. То есть, индолы, эскатолы – это все те продукты, которые требуют выведения из организма с активной работой почек, печени и других органов, которые должны все это дело инактивировать, убрать из организма. Поэтому затрата энергии очень много на переваривание этой пищи. Вот поэтому чистая целесообразность, как только вы начинаете исключать из питания большое количество мясных продуктов, особенно, так сказать, то, что представляет нам наша промышленность, это много лет лежащие там на складах, это мясо в морозильниках, это приправленные всевозможными химикатами и так далее, и так далее, для улучшения вкусов. Поэтому это все тоже не очень полезно и не здорово. Для того, чтобы перейти к такому состоянию смены питания, которое там, скажем, уже стало привычкой, и вы ощущаете потребность в этом продукте, в каком-то, да, там, скажем, кто-то привык к обильному количеству, там, пельменей, мяса, хлеб с мясом, постоянно кушать, потому что это семейная традиция, и поэтому сложно человеку от нее сразу отказаться. Вот для этого используется, так называемое, очищение организма. В йоге разработана, так сказать, система, так называемых очищений или крий. На разном уровне мы убираем из организма то, что ему мешает быть здоровым, быть активным, развивающейся как система. Вот это важный момент, который тоже нужно понимать, что когда мы просто меняем питание через насилие, это всегда вызывает травму, психическую травму. Человек как бы мучается какое-то время, потом он опять к этому возвращается. А когда мы начинаем из другого конца идти, начинаем менять какие-то структурные, мерфологические, там, биохимические процессы в организме, да, когда вы начинаете что-то делать с ним, очищать, делать упражнения, дышать, то есть, практиковать йогу, то организм начинает сам вам выдавать то, что ему нужно в данный момент времени. Пока он зашлакован, пока он работает в привычном режиме, он требует той привычной пищи, которую вы ему постоянно поставляли. И когда человек проводит какие-то очищения, так называемые шаткармы, очищает желчный, кишечный тракт, там, по системе, это все мы будем с вами потом разбирать. Дыхательные органы, глаза, нос, то есть, все это подвергается определенным воздействием, очищающим воздействием, да, когда мы убираем из себя заболевания, скажем, с верхних дыхательных путей, например, да, когда очищаются пазухи, синусы и так далее, так далее, то есть, воздух легко проходит, бактерий, микробов нет, то есть, потребность в кислороде уменьшается за счет того, что проходимость вдыхательных путей увеличивается, и пища быстрее переваривается, если мы очищаем желудочно-кишечный тракт из всех завалов, которые в нем есть. Вот, то есть, это как раз является таким залогом правильной смены питания, то есть, не революционным, а эволюционным. Какие правила, которые мы рекомендуем дальше придерживаться, когда, скажем, вы проводите какую-то систему очищения, ну, например, такие есть программы очищения соленой водой с помощью специальных упражнений по определенным, так сказать, правилам, вы полностью очищаете желудочно-кишечный тракт от рта буквально до прямой кишки, до ануса. То есть, вся водичка, которую вы пьете соленая, она проходит, как, вот, есть система очищения труб, КРОТ называется, да, многие пользуются этим, заливается специальная жидкость, которая все счищает с этих труб, и вода начинает легко прохалить. Вот тоже самое технологии КРОТ, которые мы, собственно говоря, и называли. У нас есть такие программы, как очищение, мы собираем людей и проводим эти очищения. Она называется у нас программ КРОТ. То есть, мы пьем эту соленую воду, потом делаем упражнения, и чистая вода выходит. Вот после этого обычно у людей появляется смена питания сразу, потому что потребность чистого организма потреблять хорошую, здоровую пищу, она как бы естественна. И вот это вот используется в системах очищения. Когда человек проводит, ну, кстати, это называется еще известная слилигическая технология, это называется ШАНГ ПРАКШАЛАНА. Поэтому система следующей очищения, которую мы используем, это голодание. Голодание, оно наиболее легко и органично меняет питание человека без всяких, так сказать, осложнений. То есть, когда проводите двух- или трехдневное голодание, после этого, естественно, отрубается какая-то нездоровая привычка в питании. И вы говорите, я не хочу есть скаленое, не хочу есть сладкое, не хочу есть какие-то продукты, связанные с мертвыми составляющими. Поэтому вот эти два действия, смена питания и очищения, они идут как бы параллельно друг к другу и друг друга выполняют. Поэтому я рекомендую делать вот таким способом смену питания, а не выучивать какую-нибудь очередную модную диету и начинает мучиться, заставлять себя не есть то, чего вы привыкли есть. Есть понимание еще так называемой информационной составляющей пищи, что очень важно. То есть, человек, который имеет определенный уровень своего развития, развитие не в том плане, что он физически развит, а это ментальное его развитие, это его духовное развитие, душевное качество. Вот они определяют также состав пищи. В индийской традиции есть такое разделение пищи на три таких составляющих. Одна пища, которая приводит так называемое томастическое, она лишает человека фактически, так сказать, его энергии, воздействует на его ум отрицательно и дает такое состояние пассивности, инерции, так называемая энергия тамоса. Тамоса возникает, пища томастическая, которая также вызывает эти состояния. Причем это не обязательно, скажем, мясо, рыба, яйца и так далее. Это могут быть просто неправильно приготовленные продукты. Те же самые овощи, они тоже могут быть томастическими. Рожастическая пища – это такая пища, которая возбуждает, которая делает человек, его нервную систему возбуждает. Если психическая его склонность такая к быстрому каким-то реакциям, агрессивности, то, соответственно, он и потребляет много приправ, много каких-то острых, перченых, жареных продуктов, той же самой мясной продукции, может быть. И это беспокоит как раз его, у него возникает много страстей, он старается как-то реализовать эти энергии, которые в нем вместе с пищей пришли. И есть такая называемая равновешенная пища, называемая сатвическая пища. Это как раз то, что относится к тому воздействию в организме, которое уравновешивает его, делает его более спокойным, мозг ясным, активность уходит из внешнего во внутреннее пространство. То есть человек становится более адекватным самому себе и окружающему миру. То есть среда, с которой он взаимодействует, она на него не реагирует, и он не реагирует на нее так же агрессивно, находит баланс и равновесие. То есть это такое более правильное, скажем так, состояние сознания и соответствующая пища, которая этому соответствует. Вот когда мы переходим на такое питание, в нашей жизни начинают происходить какие-то изменения, достаточно такие серьезные и выраженные. То есть ваши окружающие люди начинают смотреть, что вы не заводитесь по пустякам. У вас есть какой-то ресурс противодействию каких-то отрицательных факторов, которые окружают каждого человека в этой жизни. И человек не впускается в какие-то полемики, обсуждения, осуждения, в критику. То есть у него нет такой потребности просто. Хотя эти привычки, они как бы формировались в социальной среде, потому что все люди кого-то критикуют, кого-то осуждают, себя преподают как лучшее что-то, а все окружающие, так сказать, виноваты в наших, по крайней мере, несчастьях или всегда чему-то мешают в нашей жизни. Вот поэтому смена питания, она влияет на то, что человек на самом деле ест. То есть мы, есть такие пословицы, мы есть то, что мы едим. Вот это, так сказать, отражает вот эту вот формулу смены питания. Ну какие дальше рекомендации можно было бы получить по здоровому питанию? Ну, первое, то, что пища должна содержать много витаминов, много тех веществ, которые были бы полезны. Не калории. Калории, мы имеем достаточно большой запас калорий в любой продукции, которую мы потребляем. И, как правило, нам достаточно этих калорий. Наоборот, проблема с переизбытком этих калорий. Вот основная задача – это нехватка в организме. То есть нужно восполнить эту недостачу. Это витаминов, свежих энзимов, как катализирующие какие-то процессы в организме. Это микроэлементы очень важные, да, и составляющие. То есть те, которые участвуют в биохимических реакциях, без которых, собственно говоря, какие-то соединения невозможны в организме. И поэтому привносится это через лекарства, через какие-то травы и так далее, и так далее. А это можно использовать для этого пищу. Важный элемент, который нужно учитывать в правильном питании – это возможность соблюдения, сочетания продуктов. Вот валить все в одну кучу не очень полезно. Не то, что не полезно, а даже вредно. Ну, вот представляете, что у нас есть желудок. То есть туда попадает вся пища, которую мы потребляем через рот, пережевываем ее, если тщательно сумели пережевать, то есть меньше нагрузки на желудок. Потом в желудке выделяются определенные только лишь вещества. В основном задача желудка – это выделение соляной кислоты. То есть соляная кислота, она нужна для того, чтобы расщепить белки. Причем большей частью как раз это животные белки. И когда они расщепляются, проходят первичную обработку химическую, потом они дальше уже поступают в кишечник, тонкий кишечник, где проходит основная, как сказать, дальнейшая доработка пищи, которая поступила к нам в желудок. Но если мы сочетаем разные продукты, например, белок, он требует большей частью как раз работы в желудке. А вот щелочные продукты, к которым относятся, крахмальстые продукты, они требуют другой обработки. Им нужны щелочи для этого. А щелочь, она образуется первичная. Это слюна, которая смачивает хлеб, там, скажем, те продукты, которые относятся к крахмалистым. Это злаки, хлебные продукты, это определенные овощи, крахмалистые. Ну, целая есть схема, я потом вам ее представлю. В учебнике у нас это все описано. И они дальше перевариваются уже в 12... Начинают перевариваться в тонком кишечнике. И белок, который переваривается в желудке, а если вы из белок и крахмал сочетаете вместе, то это время для расщепления этих смешанных продуктов удлиняется. Скажем, для переваривания какого-то количества мясного продукта, белкового, требуется от 4 до 5 часов. А если вы добавляете туда каши, хлеб, какие-то крахмалистые дополнительные продукты, смешивая все подряд, то этот может задерживаться до 8-10 часов. То есть, пока не переварится белок, он не пройдет дальше в 12-перстную кишку через привратник и не пойдет, не поступит в кишечник, в тонкий. Там, где как раз и обрабатываются крахмалы. И вот, чтобы облегчить задачу нашему организму, уменьшить напряжение его на переваривание, когда человек много энергии тратит на пищу, то, соответственно, он ее откуда-то убирает. Скажем, из мозговой деятельности. Поэтому, когда человек много переедает и смешивает неправильные продукты, у него появляется ощущение этой сытой ленивости, пассивности. То есть, там, мастическое состояние наступает. То есть, человек становится ленивым, у него нет желания двигаться, думать, еще что-то делать. Поэтому человек не способен реализовать какие-то свои планы и задачи при этом. Вот поэтому очень важный момент – научиться правильно разделять крахмалистые продукты и белковые продукты в один прием пищи. Есть еще интересная закономерность в нашем организме, которая открыта была врачом Шелтоном. И он описал в основах правильного питания, которые переведены были на русский язык, а тот американец. Он доказал существование различной среды кислотно-щелочной, так называемой ПАЖ организма, которая меняется по определенному ритму. Скажем, в дневное время идет более щелочная реакция в организме. К обеду она нарастает, потом дальше к вечеру она идет в сторону кислотности. Вечером и к ночи – это кислотная среда. То есть, если говорить о состоянии такой же пищи, которую мы принимаем в определенное время, скажем, органичнее было бы принимать щелочную пищу, то есть крахмалистую пищу в дневное и утреннее время. Поэтому в обед – это крахмал, это там, где нужна энергия. А белок – это строительный материал, это вечернее время. Поэтому, когда вы пытаетесь разделить свое питание, то старайтесь, скажем, какие-то более энергетические продукты употреблять их днем, дневное время. То есть супы, краши, крахмалы, хлеб – это дневное время. Вечернее время или промежуточное время есть как бы более нейтральная среда. Это где-то утреннее время 7-6-8 часов. Вот где-то это более нейтральная пока еще среда. И там можно такие более нейтральные продукты. Ну, а к ним относятся молочные продукты. То есть молочные, творожные, хотя это тоже белок, молоко, кефиры, йогурты. Это вот в это время удобнее всего, они будут перевариваться. Это соки, которые быстро перевариваются, быстро уходят, если вы их ни с чем не смешиваете. То есть съесть сок и бутерброд – это уже очень серьезно. Нужно выпить сок, и он через 30-20-30 минут, собственно говоря, уже будет в крови. А если вы добавите туда кусочек хлебца с сырком или с колбаской, то он будет ждать своего часа. То есть происходит процесс брожения. В хлебе есть дрожжи, в соке есть необходимые тоже элементы, которые вызывают брожение, кислотные газообразования и так далее. То есть это все не способствует правильному питанию. То есть, исходя из этих позиций, мы можем четко себе рассчитать примерную схему того, как правильно питаться. Ну, в принципе, здоровый человек способен переварить все. Там есть люди, которые для рекордов Геннесса свои автомобили кушали. Кто-то сломался на резинке, шин. А так почти доел свой автомобиль, потихонечку ее распиливал и вместе с пищей съедал за несколько лет. Ну, вот сломался на резине. Уж больно химия была серьезная. Поэтому человек способен много чего переварить во нашем организме. Он большой запас прочности имеет. Но мы умудряемся как-то ее достаточно быстро израсходовать, эту прочность нашего организма. Поэтому, если мы ее поддерживаем, вот хотя бы изредка, то есть устраивайте мермесячники такого питания, где вы разделяете питание. И старайтесь какое-то время выдержать, не сочетать белок с крахмалом. То есть, скажем, бутерброды – это не то. Это гамбургер – это тоже вредный продукт, потому что он сочетает в себе хлеб и, так сказать, весной продукт, белковый продукт. Поэтому люди от этих продуктов пухнут. Идет голодание на самом деле, потому что, когда пища сочетается, неправильно, она до конца не берет из пищи нужных веществ, которые, собственно, и являются задачей. Она берет только из нее энергию, то есть калории. И эти калории, соответственно, откладываются в нашем организме, потому что мы столько их не расходуем при нашей жизни. И поэтому вот это неправильное сочетание как раз одной из причин, одной из причин того, что большой вес люди имеют. Попробуйте убрать вот это вот сочетание и сразу заметите, как меняется ваше состояние. Ну, это немножко неудобно, еще раз говорю, потому что есть привычка. Неудобство вот в этом, то есть привычки. Потому что человек просто привык, что нужно есть так, так и так. Это сформировалось в процессе, так сказать, семейного культа поедания пищи. Надо обязательно вот это, первое, второе, третье и компот. И вот эта вот привычка сформированная, она, собственно говоря, является нездоровой. Можно говорить, мне все родители, ну, извините, ваши родители здоровы и живы, извините, они и болеют. И другие люди, которые так питаются, они что, они посещают врачей, они не кушают таблетки. Поэтому здесь вот этот момент, он должен быть учтен. Попробуйте проанализировать и не объяснять себе, почему вы это хотите есть, а попробовать найти рациональное, так сказать, зерно и поэкспериментировать со своим питанием. Да, то есть это совершенно не, это совершенно безвредно. Это не какие-то супердиеты, которые вам нужно выполнять. Вы просто разделяете свое питание. Кушайте хлеб и кашу отдельно со сметаной, там, с жирами. А мясные продукты с зеленью, с какими-то овощами, которые менее крахмалистые, которые больше зеленые. Картошка это крахмалистые продукты. там, скажем, брюква, свекла, это тоже крахмалистые продукты. Морковь это более к крахмалистым продуктам относится. Поэтому, когда вы приготовливаете эти продукты вместе с мясом, употребляете, это не совсем полезно. Соответственно, каша тоже, рис, все эти геркулесы и так далее, это крахмалистые продукты. Есть целая схема, вот в учебнике которые у нас есть раздел учебника, по которому все есть и очищение, и упражнения. Вы можете приобрести этот учебник, заказав его в интернете. Вот есть целая схема того, как удобно и правильно сочетать продукты. Эту схему я разработал на основе Шелтоновской книги и собственного опыта. есть понимание того, как разделять белки растительные, животные, крахмалистые, как овощи крахмалистые употреблять, какие продукты совсем не сочетаются между собой, скажем, десерты, дыни, томаты. Это продукты, которые лучше всего употреблять отдельно, ждать, пока они переварятся. Ну вот есть понимание, человек говорит, я все время голодный. Есть так называемые три уровня голода. То есть, первый уровень, когда вы только что съели фактически, пища начинает перевариваться, чуть-чуть переходить уже в привратник. Это первая волна голода появляется. На самом деле это у вас нет ничего пока еще, так сказать, голодного. У вас все есть. Второе, это когда она попадает уже в двенадцатиперстную кишку и начинает путешествовать по тонкому кишечнику. Вот это вторая волна голода возникает и у человека потребность опять что-то закинуть в себе в желудок. И тем самым изменить опять же состав, химический состав в этом желудке. То есть, на какую-то новую пищу нужно опять выделять какое-то количество кислоты. Соответственно, возникает замедление вашего процесса пищеварения. Поэтому один раз съели, дождались, пока пища переварится полностью и дальше уже спокойно кушаете. Вот третья волна голода как раз связана с перевариванием полностью пищи и у вас сигналы идут уже, да, вам хочется, вам необходимо есть. Поэтому правильное питание, оно не связано, что вы кушаете по определенным часам. Это вот такая доктрина в свое время была в советские времена и это удобно, потому что когда людей нужно всех было в одну как бы систему запихнуть, чтобы все кушали в одно время, ну, скажем, обеденный перерыв с 12 до часу, все должны в это время дружными рядами идти и есть. Формируется привычка. А переварилась пища, не переварилась никого не волнует, потому что легче всего организовать питание, особенно люди, которые в армии, там нужно четко выделять временно на питание и определенное количество времени, очень быстрое, чтобы человек привык, закинул в себя продукты, дальше как он переваривает, это уже никого не волнует. Поэтому мучается поначалу с запорами, наоборот с поносами, и это все как бы отражается естественно на состоянии здоровья. спешка, вот это нервное состояние при принятии пищи, ну не способствует такому усвоению. Вот, важно тоже употреблять, молочные продукты, молоко тоже не совсем сочетается со всеми продуктами при правильном питании. Но еще раз мы говорим, что это не аксиома, здоровый человек, здоровый организм способен какое-то время сопротивляться этому и переваривать все, что вы набросали туда. Но мы говорим сейчас уже о том, что этот механизм начинает ломаться через какое-то время. Кого-то он быстрее, у кого-то подольше хватает организма запаса. Поэтому человек, чтобы восстановить вот эту свою возможность, быть здоровым, способность, тогда ему нужно вернуться вот к этим вот правилам и попробовать их на своем как бы столе, как он это будет делать. еще очень важный момент правильного то есть мы говорили про прием пищи, вот они связаны с кислотным состоянием, то есть кислотно-щелочного равновесиям в организме и биоритмом. Также важно еще не употреблять пищу, когда вы испытываете как бы вот эту режимность и как бы применяйте режимность питания, то есть когда в завтрак обязательно поесть, в обед поесть во столько-то часов и ужин. Вот это совершенно тоже неправильная схема. То есть есть надо, когда появляется голод. То есть может быть вы перейдете на двухразовое или на одноразовое питание с небольшими какими-нибудь там утренними программами. Ну есть понимание, что завтрак съешь сам обед разделись другом ужина дай врагу. Такая пословица, которая приписана Суворову. Ну опять же это Суворов был военный человек, который следовал военному расписанию. Представьте, что обычные боевые действия начинаются где-то после утра. Поэтому утром надо максимально зарядиться чем-нибудь, чтобы весь день быть свободным. То есть по крайней мере непонятно, когда в обед будет ли обед, если будут боевые действия, если будет бой, то соответственно что-то там как-то, эта пища, которая будет находиться в организме, она худо-бедно будет перевариваться и до вечера может быть дотянуть боец. Вот поэтому завтрак должен быть съеден самим. Это чисто такая схема определенного для определенного количества людей и для определенного их состояния. Поэтому пересмотр питания, когда вы подключаете свой режим, если изучаете себя, вы изучаете свою собственную жизнь, подстраиваетесь, изучая эти принципы, которые можно варьировать, естественно, вы можете поменять какие-то правила, экспериментировать и находить оптимальный для себя режим питания. Итак, с приемом пищи мы разобрались. Еще есть вариант очень важный, как правило, вернее, даже не вариант, а именно правило, того, как употреблять воду, соки и другие жидкие продукты. Опять же, исходя из понимания того, что человек употребляет воду и пищу твердую, все попадает в один мешок. Мешком является наш желудок. У нас нет там, как у коровы, пять камер, где там проходят эти процессы переваривания пищи с отрыжками и прочее, а у нас есть один котел, куда все сваливается и все варится. Вот представьте, что вы, во-первых, много съедаете и это много вы еще запиваете, то есть, еще увеличиваете объем. То есть, выделение соков желудочных идет на выделение, на объем. Ну, скажем так, чтобы 2 литра, например, жидкости или смешанной с питанием, с едой, твердой пищей, перемешанной, на эти 2 литра, нужно, ну, я условно говорю, там, скажем, 400 грамм желудочного сока, чтобы создать необходимую концентрацию вот в этом веществе, которое сейчас с водой и с пищей все перемешаны, так, чтобы вся эта кислота, все эти продукты были ею заполнены. То есть, нужно создать необходимую концентрацию. И тогда эта концентрация в дальнейшем должно привести к расщеплению всех этих белков и других продуктов, которые там белкоподобны. и, соответственно, это даже большая нагрузка на организм. Он должен эти 400 миллилитров условных где-то понапрячься и выделить. А если вы еще больше съели, то есть, происходит еще большее, увеличивается еще большее объем. И пища не обработанная, она не пойдет дальше, на следующий уровень. поэтому она будет долгое время находиться в этом мешке и обрабатываться. Причем, если вы сочетали все продукты по-разному, не учитывая эти белки и жиры, крахмалистые и кислотные продукты, то у вас крахмалистые будут ждать своего часа, а это может 12 часов и больше часов. То есть, достаточное время для того, чтобы сформировался, скажем так, спиртосодержащий продукт. То есть, брожение идет, брожение выделяет, на брожение выделяется, то есть, все есть, там тепло есть, там кислота есть, дрожжи есть, там все есть. И поэтому человек получает отравление такое спиртовое, от еды длительной. Поэтому алкогилизация, она, так сказать, происходит от того же неправильного питания. Поэтому, когда мы правильно сочетаем и выдерживаем вот эти вот, имея знание о том, как правильно питаться, то есть, опять же, исходя из физиологии, здесь ничего особенного, какого-то мудрого нет. Просто понимая, как работает наш желудочно-кишечный тракт, как выделяются вот эти вот необходимые вещества для переваривания, какой нужный объем, тогда вы для себя выбираете. Поэтому найдите оптимальный объем питания. Все привыкли есть до пуза, потому что это опять какая-то программа, а вдруг в следующий раз мне не удастся поесть. Или на халяву, так сказать, где-то появляется, там человек приезжает на какое-то торжество и праздник, и он обязательно объедается, потом несколько дней болеет, отходит от этого обжорства и пьянства. То есть, научиться съедать столько, сколько бы организм сумел в этот момент переварить, беспроблемно для него. То есть, оптимально выделяя нужное количество энергии. И, соответственно, он из количества пищи, которую он съедает, то есть, небольшое количество пищи, он больше возьмет полезных веществ. То есть, вы гораздо больше получите пользу от того, что вы съедаете небольшое количество пищи, чем вы много съедаете. Много, это где-то 90% энергии будет потрачено на переваривание самой же этой пищи. То есть, КПД будет 10%. Представляете, сколько, какой смысл есть вот столько, чтобы из этого 10% получить полезного продукта, выхода. Поэтому, когда мы съедаем небольшое количество, то там КПД увеличивается, там наоборот 80% будет усваиваться, а 20% пойдет, например, на шлаки. Поэтому этот момент тоже нужно учитывать и понимать. важный продукт понимание йогического питания это создание атмосферы, создание атмосферы, в которой вы это делаете. То есть, нельзя есть в пешке, нельзя есть в состоянии какого-то негативного эмоционального переживания. Например, пережив стресс какой-то, человек старается его заедать. И заедать он будет его большим количеством, потому что это чисто психологическая реакция. То есть, нужно будет забросить как можно больше, чтобы получить этот эффект отупения. То есть, чтобы задавить, подавить вот это вот состояние психическое, которое вас в данном случае беспокоит. Очень важно выйти на систему какого-то очищения организма. То есть, перед тем, как поесть, вы приходите с работы и бегом сразу за стол. Попробуйте сделать небольшой интервал, в котором вы что-то сделаете полезное. Например, пойдете в душ и смойте себя негативную информацию. Вы можете сделать релаксацию. То есть, полежали, сделали практику расслабления на 5-10 минут, и у вас сразу снимается вот этот эмоциональный фон и возбуждение. И вы уже употреблять будете пищу совершенно по-другому, и количество ее будет меньше. То есть, это один из способов тоже, так сказать, борьбы с избытком веса. Если вы делаете специальные упражнения, которые описаны в этом учебнике, так называемое очищение солнечного сплетения, дело в том, что в солнечном сплетении у нас формируется орган информационного эмоционального восприятия энергии, которые нас окружают. То есть, мы способны все окружающие нас информационные потоки собирать в солнечном сплетении. То есть, все наши напряжения, все наши конфликты, которые мы пережили в процессе этого дня, они формируются в области солнечного сплетения. То давление, насилие, которое от начальства, от каких-то людей, которых вы зависите, оно отражается на солнечном сплетении. И мы используем обычно практику так называемых крии солнечного сплетения, то есть, очищение солнечного сплетения. это в задаче привлечь внимание, ваше внимание, с помощью какого-то действия. Втягивание живота, так называемая технология, которую будем с вами изучать, как шаткармы. Втягивание мышц живота на выдохе. И втягивая, мы еще одновременно удерживаем внимание в этой области, привлекая туда энергию, внимание, и затем добавляем туда практику цвета. То есть, скажем, зеленым цветом мы способны снять, очистить это попадающее в нас информационное негативное пространство. То есть, когда вы делаете эту практику, вы видите, как зеленый цвет проникает в солнечное сплетение. Потом, когда вы делаете второе действие, также сделали выдохнули и втягиваем живот на задержке выдоха, вы начинаете формировать там оранжевый цвет. Но оранжевый цвет всегда ассоциируется с энергией, солнцем, активностью. Поэтому вы заполняете это место, эту область оранжевым цветом. Потом вы делаете себе третью часть этой практики. Вы заполняете солнечное сплетение цветом фиолетовым. фиолетовый цвет это цвет такого защитного имея защитные свойства. То есть вы защищаете свое пространство, свое солнечное сплетение от влияния негативной энергии. Это такая начальная практика, она дальше разворачивается в более сложные элементы, квартальные, ежемесячные, еженедельные очищения с более сложными технологиями. Когда вы работаете с практикой дыхания, внимания, перемещаясь с звуком, с цветом, это уже более сложная технология. Пока достаточно вот этого. То есть после того, как вы это проведете, у вас появляется вообще отсутствие желания даже. Есть. Вам нужно заставить себя пойти покушать. Потому что причиной нашего голода является не усталость и нехватка энергии, а заполненность ее дурной энергии, то есть некачественной, когда вы это действие совершили, очистили организм от влияния этой энергии, то потребность в питании уменьшается. И энергии всегда хватает на самом деле. Просто ее блокирует вот это эмоциональное негативное присутствие в нашем организме. Для того, чтобы дальше перейти к какому-то следующему этапу питания, сочетания продуктов, мы говорили с вами, что важно выполнять питьевой режим. Питьевой режим, то есть когда вы пьете чай или сок, то это 30-40 минут до еды. То есть Восток всегда знал это и перед тем, как что-то есть, люди пили зеленый чай, сидели на нашем Средней Азии. китайцы вообще никогда не употребляют с чаем каких-то продуктов. Это только лишь чай, это целый ритуал, это процесс. То есть пьете чай и получаете энергию от чая, информацию о чай. А у нас привычка такая, чай это вода и бутерброд, или там тортик, или еще что-нибудь. То есть тем самым мы добавляем к себе калории, вес. Это нездоровое состояние. Вот. Питание, которое вы приняли, скажем, после полчаса или там сорока минут, через сорок или через час после еды можно пить. Почему? Это чисто тоже физиологический процесс. Вот в течение сорока минут и где-то от сорока до часа как раз все биохимические реакции, которые происходят в желудке, они уже завершились. И уже не добавляя воду и добавляя жидкость, вы не повлияете на эти процессы. То есть они уже перешли на внутреннюю фазу. То есть уже не просто происходит сочетание каких-то жидкостей, кислоты с водой и с пищей, а это уже внутри происходит реакция. То есть они уже вошли в соединение между собой. и там уже внутренние реакции прошли. Поэтому употреблять пищу и воду нужно разделять их до еды 30-40 минут и после еды где-то 40 минут и час больше. Вот такие основные моменты питания, которые дальше можно развивать, расширять. Но это база, это основа. попробуйте использовать это в своей жизни и вы уверен сразу почувствуете облегчение. Особенно если у вас уже есть какие-то проблемы со здоровьем. Вот те советы, которые сейчас я вам дал, они будут просто необходимы. удачи вам в этом. Спасибо. До свидания. До свидания.